Добрый вечер. Вы смотрите программу Якутия вперед. Сегодня глава республики Айсен Николаев подведет итоги работы за июль. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Здравствуйте. Предлагаю начать нашу с вами беседу с пожароопасной обстановки в регионе, потому что вот за последние 30 дней ситуация накалилась в Валекминском и Вилюйском районах. Привлекались и вертолеты с водосливными устройствами. Как сейчас складывается обстановка? Все ли меры по тушению локализации лесных пожаров выполняются в полном объеме? Знаете, пожароопасный сезон этого года один из самых сложных вообще за многие десятилетия. Вот если бы не те решения, которые были приняты после 2021 года, когда у нас были на самом деле большие, огромные пожары. И благодаря решениям президента страны было увеличено существенно финансирование из республиканского бюджета. Мы почти тоже в несколько раз увеличили финансирование. И на эти средства была обновлена техника для борьбы с пожарами. Они были увеличены значительно, причем штаты нашей лесопожарных формирований. На постоянной основе начали работать самолеты-зондировщики, в том числе и у нас в республике такой самолет. На постоянной основе уже у полярных овелей не появился. Я боюсь, что это лето было бы зеркальным повторением, может быть, даже хуже, чем лето 2021. Потому что с точки зрения установившейся жаркой погоды, ближайший год, с которым сейчас сравнивают специалисты, это 1971 год, когда весной, в мае уже были массово на территории республики зарегистрированы температуры свыше 30 градусов. И в результате этого, конечно же, у нас почва была очень сухая. Сезон сухих гроз начался на 2-3 недели раньше, чем обычно. Ну и вот поэтому, конечно, еще раз говорю, благодаря своевременно принятым мерам и благодаря очень правильной работе наших формирований лесопожарных и республиканских, и федеральных, и на муниципальном уровне, МЧС нам помогло очень серьезно тоже именно на начальном этапе и сейчас помогает. Я считаю, что нам удалось удержать ситуацию в целом под контролем. У нас, конечно же, пожары были в непосредственной близости от населенных пунктов, но, опять же, мы знали, что надо делать, как надо делать, и все все отстояли. Очень надеюсь, что все-таки пик пожаров у нас позади. Август предполагается, конечно же, по ряду районов все равно сухой, жаркий, но вместе с тем уже по северам, по крайней мере, по ряду других районов мы уже видим, что ситуация уже не будет такой накаленной, как в июле. Если говорить конкретно про сегодняшний день, у нас на сегодняшнее утро было 138 пожаров на территории республики. Площадь, пройденная огнем на этих пожарах, порядка миллиона гектаров. Все они находятся в таких удаленных территориях в основном. Наиболее горимый с самого начала сезона у нас Олегминский район, он и остается там. Буквально в эти дни там начались, наконец, долгожданные дожди, и мы надеемся, что ситуация, по крайней мере, с возникновением новых пожаров там уже ослабнет. У нас там сосредоточено порядка более трети наших лесопожарных формирований, большое количество техники. Всего у нас натужение пожаров сейчас выше 1800 человек, и порядка 150 нет с различной техники работает наземной. Кроме этого, каждый день у нас порядка 20 самолетов и вертолетов работают на мониторинге лесопожарной ситуации. Несколько вертолетов, в том числе вертолеты с водослевными устройствами, в том числе МЧС России, нам помогают, и федеральные лесоохраны. Ну и на территории у нас находилось три Би-200, сейчас с постепенной стабилизацией у нас два самолета-амфибии. Би-200 работают как раз для борьбы с пожарами, которые приближаются к населенным пунктам. У нас всего 22 пожара в 15-километровой зоне населенных пунктов. Но вот на сегодняшний день все они, ну скажем так, ограждены населенных пунктов, минерализованные полосами, обратным отжигом. Ну, конечно, при этом мы ни на секунду не должны расслабляться, потому что любое изменение природных явлений, сильные ветра в первую очередь, опять вот жаркая погода, они способны, конечно, ситуацию усугубить. Но уверен, что будем и дальше мы бороться с лесными пожарами и, конечно же, должны сделать все, чтобы в ближайшее время мы ситуацию уже полностью стабилизировали. Ну и постепенно уже лесопожарная повестка из первых таких полос новостей ушла. От погоды действительно зависит много что, потому что за короткий летний период труженикам сферы сельского хозяйства необходимо выполнить свои поставленные задачи. Причем в июле состоялось совещание по мерам поддержки и с января этого года увеличилась субсидия на молоко с 60 до 65 рублей. Как сейчас идет заготовительная кампания? Ну, если говорить по молоку, то у нас, в принципе, на сегодняшний день мы видим достаточно неплохие темпы по заготовке молока. Пока, если план у нас порядка 50 с лишним тысяч тонн, то сейчас уже 32 тысячи заготовлено. Практически, ну, можно сказать, 60, свыше 60 процентов у нас уже есть. Это еще более отрадно то, что это впервые за многие годы мы идем с превышением прошлогодних показателей почти на 3,5%. Это для нашего сельского хозяйства такой большой успех. Что касается вопросов, связанных с финансированием по заготовке молока, мы сегодня уже почти 68 процентов средств уже перечислили в районы. По пострадавшим от паводка о Лёгкминском и Инамском районах отдельное решение мной было принято. 80 процентов там они получили аванс. И это, конечно, сейчас помогает достаточно стабильно заготовку молока вести. Что касается заготовки сена, у нас планы 435 тысяч тонн сена, 15 тысяч тонн сенажа, 30 тысяч тонн силоса. Заготовка началась. На сегодняшний день свыше 20 процентов сена уже заготовлено по ряду районов. В принципе, не скажу, что травостой очень хороший, но и сказать, что он плохой тоже никак нельзя. Есть, конечно, ряд районов, которые традиционно есть проблемы. Есть проблемы по тому же Алёгминскому району, связанные с пожарами. Но в целом мы считаем, что планы в целом будут выполнены по заготовке сена, кормов. Готовность неплохая. После того совещания, которое мы проводили в Заречной группе районов, работы там тоже активизировались. Думаю, что уже в скором времени мы такое же совещание и для Вилюйской группы районов проведем. В принципе, еще раз сверимся по планам, по показателям. И поможем районам более активизироваться для того, чтобы все планы были исполнены. Плюс ко всему, большое внимание уделяется еще и реализации национальных проектов, которые у нас в республике действуют уже далеко не первый год. В этом году планируется ввести около 15 школ. Причем активное строительство идет в малонаселенных пунктах нашей республики. А как будет решаться вопрос с переполненными школами в столице региона? Вы знаете, благодаря национальным проектам нашего президента строительство социальных объектов, в том числе объектов образования, идет во всех у нас населенных пунктах, начиная от столицы республики, заканчивая уже, как вы сказали, маленькими селами. И, конечно же, город Якутск, где у нас большое количество детского населения, где всегда была традиционно очень высока проблема с переполненностью школы, в зоне нашего особого внимания, еще в 2021 году, в своем указе о развитии столицы республики Саха-Якутия, города Якутска до 1932 года, я отдельный упор сделал на строительство образовательных учреждений. Хочу сказать, что мы должны в течение 2024-2025 годов ввести рекордное количество школ, 11 школ, 11 нового издания школ будет введено в 2024-2025 годах в городе Якутске. Это абсолютный рекорд, причем школы самые разные, есть и школы огромные на 990 мест, вот наподобие той школы, которая была построена в квартале Прометей, но она по площадям даже больше, сейчас ДСК строится очень активно, есть школы коррекционные для детей с ограниченными возможностями, причем по Серегляскому строится целый адаптивный образовательный комплекс, где не только школа, но и будет интернат строиться, и в следующем году обязательно будет введена коррекционная школа номер 4 на Пирогово, строится пристрой к ныне существующим школам, это очень важно, потому что это позволяет уже на имеющейся инфраструктуре еще получить дополнительные здания, которые иногда превышают уже ныне действующие школы. Это и 29-я школа, это и Сахаполитехнические лицеи, это вот Мархея школа, это школа птицефабрики 19-я, везде идет очень активная стройка, и вот эти пристрои уже мы планируем до конца этого года уже уводить. Конечно же, это как раз поможет разгрузить достаточно серьезно уже ныне существующие школы, которые во многом переполнены. Кадетская школа будет, интернет в этом году построена и введена, тоже такая очень важная, нужная особенность для нашего времени школа. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что строительство школ у нас и в республике в целом, и в городе Якутске, конечно же, находится постоянная зона моего внимания. Я регулярно, когда объезды города делаю и в населенные пункты приезжаю, в республике обязательно смотрю, как строятся объекты образования. Образование для нас крайне важно, это будущее нашей республики, и в том числе и материально-техническую базу нашего образования. Мы будем и дальше, несмотря на все сложности, вкладываться. Вот, продолжая разговор о детях, в июле всех взволновало просто-таки вопиющее событие, когда дети участников спецвоенной операции отправились отдыхать в лагерь в Краснодарском крае, попали в антисанитарные условия, однако их переселили в другой лагерь. Как сейчас организован летний отдых для детей военнослужащих, и какие меры поддержки для членов семей участников СВО оказываются у нас в республике? Я считаю, что, конечно, это был такой из ряда вон выходящий случай, к счастью, единичный случай, когда организаторы отдыха, предприниматели, по-моему, из Санкт-Петербурга, все-таки крайне безответственно отнеслись к организации отдыха детей из республики Саха-Якутия. Мы в кратчайшие сроки с помощью и прокуратуры, и Министерства внутренних дел, с привлечением уполномоченных по правам ребенка, и у нас в республике, и в Краснодарском крае, достаточно оперативно эту проблему решили. Дети сейчас отдыхают в замечательно хороших условиях, в лагере созвездия, под ТОПСы, 146 детей у нас было в этой группе. Ну и сейчас вот следующая группа, которой у нас детей должна была еще одна группа выехать, я дал поручение все-таки лагеря, в которых прошли конкурсы и выиграли, все-таки, чтобы еще раз хорошенько все проверили на предмет соответствия всем требованиям, заявленным, и только после этого дети у нас поедут отдыхать. Поэтому срок немножко сместился, уже к 20-м числа августа поедут, и где-то за середину сентября будут дети там отдыхать. Ну, все оповещены, все знают, надеюсь, что больше таких аксессов у нас не будет. Ну и будем и в дальнейшем делать, чтобы детский отдых в целом в республике, в том числе для таких групп важных социальных, как дети участника специальной военной операции, мы, конечно, будем научить такому тоже серьезном контроле держать. Ну, а что касается мер поддержки, они у нас работают, их у нас свыше 30, и мы по количеству и качеству оказываемых таких мер, наверное, одни из лидеров в стране, многие это отмечают, и наши практики, они, ну, многие регионы берут как пример для того, чтобы у себя на территории их реализовывать. Мы будем и дальше делать все, чтобы члены семей наших защитников, тех, кто сегодня защищает нашу Родину, всегда были под нашей защитой. Тем более, что дети – это наше будущее. Айсен Сергеевич, предлагаю поговорить еще и о промышленности. В этом году мы отмечаем столетие золотодобывающей, золотодобывающей отрасли. За первый квартал этого года увеличили добычу золота на 9,7%, объем благородного металла достиг 17 тонн. Сегодня промышленность формирует свыше 50% валового регионального продукта Якутии. В каких объемах это сказывается на бюджете нашей республики? Конечно же, бюджет нашей республики, он в подавляющей своей массе складывается из доходов нашей добывающей промышленности. Если говорить в цифрах, это 65% доходов консолидированного бюджета республики. Это как раз доходы от добывающих компаний. Что касается золотодобывающей промышленности, она в последние годы испытывает такой ренессанс. Ряд крупнейших инвестиционных проектов у нас реализуются с Крайнего Севера до Южной Якутии. И в результате этого мы последние годы бьем исторические рекорды еще с советских времен. По прошлому году добыто свыше 50 тонн. И планы этого года тоже не меньше. Уверен, что свыше 50 тонн золота у нас в республике Саха Якутия будет добыто. Мы по добыче золота уже стабильно последние годы входим в тройку. Но в прошлом году мы даже стали вторыми в стране. И, конечно же, это сказывается в том числе прямо на доходах бюджета республики. Если в 2018 году золотодобывающие компании заплатили налогов порядка 6,5 миллиардов рублей в доход республики, то по прошлому году эта цифра, если не ошибаюсь, уже свыше 25 миллиардов рублей. Концердированный бюджет республики. Это, поверьте мне, такая существенная прибавка к нашему бюджету, которая позволяет нам решать в том числе и многие социальные вопросы на всей территории Якутии. Продолжая говорить о развитии Якутии, позвольте поздравить вас с новой должностью, потому что в этом месяце президент страны Владимир Владимирович Путин назначил вас председателем комиссии Госсовета по направлению энергетики. Как вы отнеслись к такому назначению на должность и что это дает нашей республике? Конечно же, решение президента об обновлении руководства комиссии Госсовета, о создании новых комиссий, изменении структуры, оно очень важно. И оно как раз в русле тех решений, которые президент принял уже на основе указа от 7 мая по национальным целям развития нашей страны на период до 30-го и еще до 36-го года с различными перспективами. И, конечно же, направление энергетики считается в Госсовете одним из важнейших. Это большое доверие со стороны руководства страны, президента страны и мне, и в целом той работе, которую мы в Якутии провели за эти годы. Комиссия очень важная, она отвечает за все направления развития энергетики в стране и не только там добычу тех или иных энергетических видов полезных ископаемых, но и их переработку, потом уже их использование. Энергетика очень важна для страны. И здесь, конечно же, интересы и огромных госкорпораций, и частных компаний, и в целом безопасность жизни в стране, она здесь напрямую завязана. Также в предмет ведения комиссии – это и создание новых производственных мощностей энергетических, машиностроения в области энергетики. Спектр задач очень большой, я уже в эти дни постоянно на связи с коллегами из многих регионов страны, с правительством, с федеральным собранием. План расписан, и план очень такой, знаете, жесткий план. До работы комиссии Сергей Евгеньевич Цивилев, который сейчас стал министром энергетики страны, который ранее возглавлял, он, конечно, очень такой высокий темп задал работе, и, безусловно, мы его будем дальше поддерживать и развивать. Ну и, конечно же, понятно, что эта комиссия, она не только про один субъект, это она про все субъекты страны, про их развитие в целом энергетики страны, но при этом, конечно же, специфика Якутии, Дальний Восток, Арктики, она, конечно же, всегда занимала, и теперь будет и дальше занимать особое место в работе этой комиссии. Уверен, что у нас есть что там показать, есть какие проблемы обсуждать, для того, чтобы динамичное развитие энергетики помогало в целом развитию и макрорегионов, и конкретных территорий, таких как Республика Саха-Якутия. Более того, что в Усть-Куйге появится атомная станция малой мощности. Александр Сергеевич, давайте поговорим еще немного о спорте. 7 июля завершилось, пожалуй, главное спортивное соревнование этого лета. Это восьмые международные спортивные игры «Дети Азии», которые, наконец-то, вернулись на историческую родину. Высокую оценку проведения мероприятий поставила глава государства. Скажите, какое же будущее ждет дальнейшие спортивные соревнования, и, если не секрет, где пройдут девятые спортивные игры? Я считаю, что восьмые игры «Дети Азии» прошли на самом высоком уровне. Это отмечают все гости, все те, кто принимал участие в этих играх, наблюдал за ними. Особенности, вот, наверное, знаете, такой контраст чувствуется сейчас, когда, ну, вот, видно, что на самом главном, вроде бы, спортивном мероприятии международном, на Олимпиаде сколько недочетов самого разного характера, начиная вот с самой церемонии открытия, которая вместо того, чтобы объединить людей, раскалывает людей, вот, заканчивая уже чисто техническими вопросами проведения тех или иных соревнований. Недаром сейчас многие уже про это пишут, прямо вот, и я читал, и в российских средствах массовой информации. У нас игры прошли, еще раз подчеркну, на очень хорошем уровне. Вот я получил уже много писем от руководителей Министерства спорта стран Азии, от национальных олимпийских комитетов, от руководства некоторых стран, с, знаете, такими добрыми пожеланиями и большой благодарностью за то, что в такое непростое время Республика Саха-Якутия от имени Российской Федерации провела такие замечательные детские соревнования, которые собой символизируют как раз чистоту спорта, дружбу в спорте, мир для всех. Я уверен, что вот эти идеи, которые были заложены с самого начала игр, с первых игр нашим первым президентом Михаилом Михаилом Николаевым, они будут и дальше развиваться. Сейчас идет активное обсуждение. Есть несколько стран, которые претендуют на проведение и зимних игр «Дети Азии», которые пройдут в 27-м году, и летних, которые запланированы на 28-й год. Я пока не могу это все рассказать, но это все иностранные государства. Есть и города России, которые тоже претендуют на это. Мы должны по нашим расчетам уже к ноябрю все-таки окончательный выбор сделать и уже определиться по стране и по городу, где следующие игры и зимние, и летние пройдут. Там у нас сейчас требований достаточно много. Ошибки прошлых лет, когда некоторые страны, заявившись сначала о проведении игр, потом уже в ходе рассмотрения заявки своей внезапно снимали свои предложения, сейчас уже не будут повторяться, потому что достаточно серьезные, уже жесткие гарантии будут предполагаться для того, чтобы без срывов всяческих вот эти очень важные для «Детей Азии» игры проходили. Будем ждать с нетерпением оглашения результатов. И вот все же, продолжая тему единения, в июле появился знак отличия – семейная доблесть. Вы учредили эту награду в целях укрепления института семьи и брака. Вопрос семейной политики у нас в республике поставлен очень серьезно. А кто же все-таки уже успел отличиться? Конечно же, в рамках года семьи и года детства, которые у нас проходят и в стране, и в республике, сейчас принимается много решений, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей. И достаточно, опять же, много было ко мне обращений о том, чтобы давайте мы специальный знак для семей, которые прожили более 50 лет вместе, давайте учредим. Такой знак раньше существовал на уровне управления ЗАГСа республики. И сейчас мы приняли решение поднять статус этой награды и поднять его как уже почетный знак нашей республики. Решение такое принято, но еще никто не получил. Надеюсь, что уже ближе к осени уже первые обладатели этого почетного знака в республике появятся. Традиционно их могут органы местного самоуправления представлять, районы, города, исполнительные органы власти. И уверен, что, конечно же, самые достойные семьи республики будут этим знаком награждаться. Хочу отметить также, что у нас в целом исполнение плана по году семьи идет достаточно неплохо. Я рассматривал его недавно. Был учрежден специальный грант главы республики в конце прошлого года, как раз для того, чтобы более активнее участвовали наши районы и наши города в вопросах семейной демографической политики, был учрежден специальный грант главы в размере 10 миллионов рублей для того района или городского округа, который покажет наилучшие результаты именно в этих вопросах. И вот как раз подведение итогов конкурса состоялось. И, знаете, с большим отрывом победил горный УЛУС, который уже получил сертификат на 10 миллионов рублей, который должен быть потрачен до конца года в районе как раз на цели семейной демографической политики. Уверен, что вот команда Никиты Викторовича Андреева с поставленными задачами справится. Тем более, что еще раз говорю, что результаты у них очень хорошие. По большому количеству показателей, если не ошибаюсь, 26 показателей было в конкурсе, по которым конкурсная комиссия определяла лучшие районы. Ну и вот, еще раз говорю, с большим отрывом горный УЛУС победил. И уверен, что и дальше он будет оставаться лидером семейной политики, демографической политики у нас в республике Адругера. И он уже вниз на него будет тоже подтягиваться. Да, это отрадно признавать, что обращик уже есть. Айсен Сергеевич, я благодарю вас за то, что нашли для нас время и ответили на интересующие нас вопросы. Всегда рады видеть вас в нашей студии. Спасибо. На этом программа «Якутия вперед!» подошла к концу. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. От cry. Он öстит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok